Ф6. Расстройство личности и поведения у взрослых. Клиническая психиатрия для врачей общей практики. Лекция номер 13. Эта лекция посвящена так называемым расстройствам личности или то, что раньше называлось психопатиями. Лекция представлена в виде презентации, поэтому я буду давать краткие комментарии по сути и давать время для прочтения слайдов. Итак, как вы видите на этом слайде, концепция типов личности существовала уже очень-очень давно. И очень давно пытались систематизировать личности, начиная с четырех классических типов темперамента по Диппократу, доходя аж до 810 вариантов. Но тем не менее, как бы ни старались врачи, как бы ни старались ученые, абсолютно четкой классификации получить не удалось. Когда мы говорим о психопатиях, когда мы говорим о расстройствах личности, мы говорим прежде всего о патологическом изменении характера, патологическом изменении личности, всех ее компонентов. На данном слайде клиника, характерная для всех личностных расстройств. Читаем слайд. То есть, если обобщить. В тот момент, когда у человека начинает формироваться характер, и по мере его формирования у человека формируется не обычный, нормальный, здоровый характер, не обычная, нормальная, здоровая личность, а патологический характер. Патологическая личность, болезненная личность, которая в силу своей болезненности никак не может быть полноценно адаптирована к существованию в социуме. Это один из главнейших критериев оценки личностного расстройства или, как говорилось ранее, психопатии. То есть, невозможность с таким вот сложившимся характером, с такой вот личностью полноценно интегрироваться в общество. Это как невозможно в силу того, что это крайне неудобно, некомфортно и невозможно и для окружающих, и для самого пациента. Вот, собственно, максимально четкое, на мой взгляд, краткое и точное определение диагностических критериев всех психопатий, вне зависимости от их типов и видов. То есть, это тотальность патологических изменений личности. Затрадиваются все ее компоненты. Интеллектуальный, когнитивный, эмоциональный, поведенческий, волевой, способность к интеграции в общество, к общению. То есть, тотальность патологических изменений. То, что патологически и тотально изменено, уже достаточно стабильно. То есть, на протяжении всей жизни, вот эти болезненно измененные черты характера, личности, они практически никак не меняются. Возможно, некоторые эпизоды в большей степени адаптации или в большей степени дезадаптации, но, тем не менее, они достаточно стабильны. Таких вот перепадов, чередований периодов здоровья и нездоровья, как предыдует в других психических расстройствах, не существует. И то, о чем мы уже говорили, в любом случае, если мы говорим о психопатии, если мы говорим о личностном расстройстве, должна присутствовать нарушенная социальная адаптация. Если этого нет, но мы видим предыдущие пункты, то скорее речь идет не о личностном расстройстве, не о психопатии, а об эксцентуации характера. То есть, о таком неком пограничном состоянии между здоровьем и болезнью. На данном слайде представлены неспецифические категории личностных расстройств и их критерии. Читаем слайд. Единственное, что хотел бы сказать по поводу третьего пункта. Наличие собственного субъективного страдания и негативного воздействия на социальное окружение или того и другого. Собственное субъективное страдание далеко не всегда присутствует у человека с личностным расстройством. Он как раз таки зачастую считает, что именно его поведение, именно его характер, именно его позиция является правильной и оптимальной. И как раз он идет в ногу, а вот все остальные идут не в ногу. На этом слайде и далее будут представлены отдельные, наиболее часто распространенные личностные расстройства. Я не буду зачитывать все пункты диагностических критериев. Вы их видите на экране и можете прочитать сами. Соответственно, кому-то для этого надо больше времени, кому-то меньше. Я буду ориентироваться на скорость своего прочтения. В общем и целом, про параноидное расстройство личности можно сказать, что это человек крайне подозрительный, достаточно агрессивный, негативно настроенный к окружающим и в то же время считающий себя чрезвычайно ценным, полезным, важным, честным и так далее и так далее во всех превосходных степенях человека. Это и побуждает вот те самые необоснованные мысли о заговорах, субъективном отношении, негативных оценках и так далее и тому подобное. Шизоидное расстройство личности. Из названия понятно, что шизоидное расстройство личности в той или иной степени ассоциировано с характерными чертами больных шизофренией. То есть здесь мы видим эмоциональную холодность и сниженную способность к контактам и такую изолированность, углубленность фантазирования, интроспекцию. Но в любом случае все эти черты, хотя они также характерны и для больных шизофренией, вот при шизоидном расстройстве личности они присутствуют, но ни в коем случае не могут быть рассмотрены как диагностические критерии шизофрении. Хотя чисто по поведению, чисто внешне, по характерологически, по характеру личности, действительно человек с шизоидным расстройством личности и шизофрении могут быть весьма похожи. Но никогда у человека с шизоидным расстройством личности вы не найдете тех диагностических критериев шизофрении, о которых мы говорили в предыдущих лекциях. Собственно по диссоциальному расстройству личности, о социальной психопатии, социопатии как раз был вопрос, на который я отвечал на прошлой неделе. Вот здесь на этом слайде даны критерии этого расстройства. Собственно говоря, это человек, который не видит границ социальных, моральных, этических и любых других норм. Он ориентирован на свои удовольствия, он имеет четко выраженные гидронистические установки и он движется именно к ним, как сейчас говорят, не заморачиваясь какими бы то ни было нормами и условностями. Критерии диагноза вы видите на экране. Эмоционально неустойчивое расстройство личности, импульсивный тип. Но опять-таки, если в порядке шутки говорить, да, вот есть человек слабонервный, есть человек сильно нервный. Вот импульсивный подтип эмоционально неустойчивого расстройства личности, это как раз-таки сильно нервный. То есть импульсивное поведение, ссоры, конфликты, вспышки неконтролируемой ярости, насилие, эксплозивное поведение, трудности сохранения линии поведения, лоббильное непредсказуемое настроение. То есть вот такой вот, говоря бытовым языком, взбалмошенный, достаточно бешеный тип. И пограничный подтип того же импульсивного, того же эмоционально неустойчивого расстройства, вот это как раз слабонервный. Неуверенность в себе, неуверенность в восприятии себя, склонность к установлению нестабильных отношений, которые не может поддерживать. Привличенные усилия избежать состояния покинуться от одиночества. Нередкие суицидальные попытки. То есть вот такой вот, действительно, как говорится в народе, слабонервный человек. Истерическое расстройство личности. По этому поводу было несколько вопросов на сайте mednauka.net, так что можно посмотреть материалы еще и там. Критерии диагноза вы видите на экране. Человек испытывает постоянную потребность быть на сцене. Им должны восторгаться или наоборот его должны ругать. Но зрители должны присутствовать любой ценой. И зрители должны на него смотреть. И зрители должны ему аплодировать. Этим, собственно говоря, определяется и все поведение, и склонность к манипуляциям, и попадание под влияние, и в то же время манипулирование окружающими. Постоянный поиск переживаний, и так далее, и так далее, и так далее. То, что вы видите на экране. Анонкастное или абсессивно-компульсивное расстройство личности. Смотрим критерии диагноза. Неуверенность, озабоченность, потребность в постоянных проверках, при этом ригидность и упрямство. Необоснованное зачастую настаивание на подчинении своим привычкам, либо каким-либо защитным, навязчивым ритуалам. Это все характерно для лиц с анонкастным расстройством личности. Далее. Тревожное или уклоняющееся, избегающее расстройство личности. Даже по названию понятно, что будет в критериях диагноза, которые вы видите на экранах. Смотрим, читаем. Зависимое расстройство личности. Человек не в состоянии принимать решения. Достаточно часто мы видим это в быту и без всяких личностных расстройств, но вот здесь это доходит до состояния уже болезненного. Смотрим критерии диагнозов. Мы рассмотрели основные виды расстройств личности. Как мы говорили в самом начале лекции, их может насчитываться по разным классификациям от 4 до 810. Поэтому, естественно, все, абсолютно все рассмотреть в короткой мини-лекции невозможно. Следует также сказать, что к этому же диагностическому разделу МКБ-10 относятся и клептомания, патологическое воровство, и пиромания, страсть поджогом, и людомания, игровая зависимость, и нарушение сексуальной ориентации. В следующей МКБ их, скорее всего, не будет. И так далее, и так далее, и так далее. Нарциссическое расстройство личности. Кто захочет все это посмотреть, тот при желании сможет найти эту информацию, в том числе и на сайте mednauka.net и задать там свои вопросы. В конце я бы хотел еще раз заострить и обратить ваше внимание на следующий момент. Сейчас вы просмотрели критерии диагнозов тех или иных личностных расстройств. И стопроцентно нашли у себя признаки того или иного, а скорее всего, нескольких расстройств личностных. То, что раньше называлось психопатия. Это совершенно не значит, что у кого-то из вас что-то такое должно быть. Напомню еще раз. Психопатия, личностные расстройства, это обязательно тотальное изменение характера, тотальное изменение личности. Это обязательно сохранение этих симптомов на протяжении всей жизни. И это обязательно социальная дезадаптация. То есть это невозможность создать неполноценную семью, неполноценную работу, неполноценно функционировать в качестве члена общества. Если эти критерии не соблюдаются, наличие тех отдельных или нескольких диагностических критериев, которые вы видели, еще не говорят о наличии той или иной формы личностного расстройства. Спасибо за внимание. Всего вам хорошего. В лекции были использованы материалы руководства современной клинической психиатрии Попова и Вида.